Приветствую вас на сегодняшнем ТВТ-эфире, трансформационном сеансе. Напишите, пожалуйста, из какого вы города, чем вы занимаетесь. Под последним постом мы пишем все комментарии. И обязательно налейте себе стаканчик воды для того, чтобы у вас была вода в течение всего сеанса, чтобы вы ее пили, ваше тело было гидрировано, потому что это не просто сеанс, на котором вы присутствуете, просто послушать. Это сеанс именно с трансформационной работой. Также у меня просьба не писать согласие на трансформации заранее. Они пишутся во время прямой трансляции, когда я прошу вас написать об этом, и если вам это подходит, и вы не знаете, на что вы соглашаетесь, поэтому все согласия пишутся либо во время эфира, когда вы его смотрите, либо когда вы смотрите запись. Если, опять же, предложенная трансформация, которая предлагается мной, вам подходит. Итак, давайте я представлюсь. Меня зовут Юлия Злотникова. Кто со мной не знаком, я трансформационный тренер и коуч. Также я являюсь практиком технологии вибрационных трансформаций. И жизнь каждого человека – это уникальное, неповторимое приключение. Мы реализуемся в различных сферах нашей жизни, и каждый день мы созидаем нашу жизнь осознанно и неосознанно. И методики созидания, которые человек может использовать осознанно, они известны человечеству не одну тысячу лет. То есть это все духовные практики, это целительские системы, это метафизические учения и так далее. И на стыке этих сакральных знаний моим учителем Инной Головизниной была создана методика технологии вибрационных трансформаций. Инна много лет занималась такими методиками, как фэншуй, бадзи, цимянь дунзя, йогой, цигун, рейки, тета-хиллингом. И в итоге она интегрировала свои знания китайской метафизики и целительской практике в целостную методику, название которой технологии вибрационных трансформаций. ТВТ – это современная трансформационная методика работы с убеждениями человека. И она помогает в реализации наших целей во всех сферах жизни. То есть это технология нового поколения, которая позволяет людям эффективно и экологично взаимодействовать с окружающим миром и созидать свою реальность. ТВТ практикуется более чем в 11 странах мира. И Инной создано огромное количество курсов, большую часть из которых я прошла, и даже не по одному разу. И я сама ученица Инны с 2017 года. На чем основана ТВТ? Все в мире состоит из первозданной энергии. Эта энергия имеет пять базовых способов распространения. И эти способы определяют влияние человека, влияние на человека. Каждое направление энергии может трансформировать проявление этой энергии в жизни человека. Например, если у человека есть страхи, какие-то сомнения, какие-то, может быть, неудовлетворенности, какая-то эмоциональная нестабильность, человек может ходить по кругу в каких-то ситуациях, то с помощью, соответственно, движения энергии можно трансформировать все вот эти тяжелые и не очень приятные чувства, и человек чувствует как раз уже облегчение. Те, кто присутствует не первый раз, знают, что ТВТ работает мгновенно. То есть вы в процессе прямого сеанса будете чувствовать изменения. Человек способен управлять энергией. То есть куда внимание, туда энергия. И когда мы концентрируемся на определенных движениях энергии, мы восстанавливаем ее естественное течение и приводим к истинному состоянию ее проявления. Как работает ТВТ и как именно происходит трансформация? То есть обратите ваше внимание, то есть это не просто эфир, чтобы посидеть, послушать. Это именно практический трансформационный сеанс, где мы с вами будем работать с убеждениями, с вашими чувствами, с эмоциями, программами. И я буду производить определенные манипуляции. Вам нужно будет просто расслабиться, написать в чат согласие с трансформацией, поставить плюсик или написать слово согласен, согласно. Если вы не хотите какую-то трансформацию, то просто не соглашайтесь с ней. Если вы хотите, например, если вы будете смотреть эффект в записи, то в записи тоже все будет работать. Вам нужно будет просто написать согласие на трансформации в чате под записью видео. И на время произведения трансформации Я обычно закрываю глаза, чтобы лучше сосредоточиться и пронаблюдать движение энергии в пространстве нашего сеанса. Поэтому не пугайтесь, я не заснула, все со мной в порядке. Если у вас в процессе будут возникать вопросы, всплывать какие-либо убеждения, вы можете задавать ваш вопрос, писать ваши убеждения в комментариях. Комментарии, еще раз напомню, под последним постом у нас. И мы сразу же их тоже трансформируем. Итак, сегодня тема нашего сеанса – это «Изобилие в доходах и финансах». Это тема, которую я открываю, в принципе, весь март. То есть у нас весь март будет посвящен теме финансов, доходов, убирания финансовых потолков, расширения финансовой емкости и в целом увеличения доходов. Этот сеанс для тех, кто хочет проработать в целом тему долгов, у кого они есть, кто готов управлять своими деньгами и материальными благами, и кто хочет увеличить свой доход минимум в два раза. Итак, кто готов начать, ставим плюсик в чат. Я прошу всегда вас быть активными на трансляции для того, чтобы у нас была с вами двусторонняя связь. Напоминаю о том, чтобы вы налили обязательно себе стакан воды для того, чтобы ваше тело было хорошо гидрировано и чтобы вы комфортно для себя принимали все трансформации, которые будут на этом сеансе. И прямо сейчас я синхронизирую с первозданной энергией и сманифестирую, чтобы сегодняшний сеанс прошел для каждого из вас с максимальной пользой, комфортом, самым благоприятным, наилучшим и эффективным образом. Ну и естественно для тех, кто будет смотреть записи тоже. Все трансформации не имеют ограничений по времени, то есть вы можете переслушивать сеанс сколько угодно раз. Через год, через два и все равно все будет работать. Итак, отлично. Начинаем. Сегодня мы поговорим об одном из самых главных врагов материального благополучия – это долгах и кредитах. У кого из вас есть долги или кредиты или рассрочки, поставьте, пожалуйста, единицу в чат. У кого нет нолик, с точки зрения квантовой модели управления реальностью, истинные желания души порождают денежные долги и другие обязательства. Это единственная причина обязательств, обстоятельств, в сфере которых у человека отсутствуют возможности получить что-либо за свой счет или в подарок. То есть жизнь по долгу несет какой-то очень важный опыт, и каждому на самом деле свой. Кому-то он помогает раскрыть уникальность, начать проявляться с удовольствием для себя, для мира, то есть подталкивает под одно место. Других освобождает от ложных стремлений, возвращает к их предназначению, то есть то, зачем и с чем вообще душа пришла в это земное воплощение. При этом сумма всех долгов, она указывает на то, какую вообще ценность носит в себе их обладатель, то есть он ее носит в себе. Попросту говоря, должники на самом деле задолжали не кредиторам. Это всего лишь отражение истинного долга в объективной реальности. Как вы думаете, кому задолжали должники? На самом деле они задолжали, как думаете, напишите, как вы считаете, кому? Себе, абсолютно верно. Задолжали они себе и миру. Для кого сейчас это инсайт? Ставим много восклицательных знаков в чат. Соответственно, это и материализует долговую объективную реальность, где через ограничивающие программы подсознания создаются нужные условия для получения какого-то опыта. И в этом смысле жизнь по долгу – это способ его получения. Подумайте и напишите сейчас в чат, что вы задолжали себе и миру. Как вы думаете? Способ может быть на самом деле более экологичным и приятным, при условии, что истинная я-причина, то есть желание души, будет выявлено, а узкие места сознания, то есть ограничивающие программы, будут исцелены. И новый способ позволит душе получить желаемый опыт без долгов и прочих разрушающих последствий во внешней реальности. То есть это ключ к свободе. Итак, вы пишете «задолжала развитие», кто-то «любовь к себе», кто-то «ценность». Отлично. Пишите, пишите еще. У нас намного больше людей присутствуют на трансляции, нежели те, кто пишет время. Итак, давайте посмотрим сейчас, какие программы прокладывают вообще долговые нейронные дорожки в нашем мозге. И можно назвать их так называемыми пороками денежных долгов. Любовь к себе кто-то задолжал, свою ценность. Кто-то на самом деле задолжал проявленность, работу с клиентами, самореализацию через помощь людям, например. Ну и так далее. И сейчас я буду называть цифры и пороки так называемых денежных долгов. А вы отмечайте, в чате пишите прям, что находите у себя. Итак, номер один – это страсть обладания. То есть это триггер такой жизни по долгу, который ставит человека в позицию «хочу». И он использует любую возможность иметь желаемое здесь и сейчас. То есть он не готов ждать, он не готов вкладывать силы, время, энергию. Он вот хочет здесь и сейчас получить. Если вы ведетесь на вот это ваше желание, ставим единицу. Второе – это неискренность. Она прячет истинные чувства. То есть ум выдает желаемое за действительное. И как если бы обладание желаемым, как будто сделает тебя по-настоящему счастливым. А с долгом ты быстро справишься. Такая иллюзия. Даже получив желаемое, ум продолжает защищать ложное желание, потому что это тяжело признать, что счастливее ты на самом деле не стал, а долг реально тянет. И вот здесь как раз сможет включаться психосоматика. Это второй пункт. Если вам это откликается, ставим два. То есть это неискренность, которая прячет истинные чувства. Пункт три – это страх упустить возможность, который провоцирует получить желаемое любой ценой. Маркетологи, кстати, лихо учитывают эту бессознательную установку в рекламных акциях. Например, не упусти последний шанс, акция только до такого-то числа и так далее. То есть это страх упустить возможность. Это третий пункт. Отмечаем, если вам откликается, номер три. Четвертое – это принятие настоящего. Это указывает, увлекает ум фантазиями о прекрасном будущем, но при этом сознание отказывается принимать тот факт, что сейчас возможность приобретения отсутствует. И, соответственно, это на самом деле свидетельствует о внутренней неготовности иметь желаемое. Четыре, четвертый пункт – это непринятие настоящего. Пятое – это недоверие жизни, недоверие возможностям, людям, которое на самом деле отражает неверие в себя. То есть это разрыв с собственной божественной природой, который транслирует в мир простое сообщение. Мне не нужны чудеса, мне не нужны случайные возможности, я не верю, я знаю, как лучше, я все могу сам. Это пятый пункт – недоверие жизни, возможностей или людям. Вижу, что у вас у всех весь набор. Итак, с этим мы сегодня будем как раз работать. Шестой пункт – это ожидание. Ожидание рассчитывают в уме целесообразный план, где долг прям тает на глазах, а обладание желаемым бесконечно приносит кайф. Это шестое – это ожидание. Итак, в совокупности эти шесть бессознательных установок, они ведут на самом деле в категоричность. И как результат – к видению одного единственно верного варианта – получить желаемое в долг. И такой эффект порождает цель судьбоносных блокировок на тонком плане. То есть изначально в нашем мировоззрении присутствуют подсознательные программы, которые определяют, что мы не свободны, мы должны, мы обязаны, а потом они уже реализуются в виде наших долговых обязательств в жизни. Еще есть такое убеждение, что материальное мы получаем только в долг. Или деньги, или наше тело на время, то есть в долг. Вы можете проверить, кто владеет мускульным тестом, вы можете проверить это убеждение. То есть материальное мы получаем только в долг. И то, что материальное в целом создает долги. То есть мы должны оставить после себя материальные блага, передать их нашим детям, вернуть кредиторам. Вот по ощущениям, у кого из вас есть такое убеждение, что материальное мы получаем только в долг, или деньги, или наше тело только на время. И я сейчас вам предлагаю трансформировать данное убеждение. Значит, те, кто только присоединился, я напоминаю о том, что трансформации я выполняю вам только с вашего согласия. Согласия вы заранее не пишете. То есть я вам сначала проговорю, что я буду делать, и только потом вы пишете «да», «да», «согласен», «согласна» и так далее. Там можно плюсики ставить и так далее. Итак, я вам предлагаю завершить сейчас как шаблон поведения и отсоединиться в целом от эгрегоров долгов, долга, кредитов, искусственного финансового эгрегора. Кто согласен, пишем согласие в чат. Вы можете написать просто «согласен», «согласна», поставить плюсик или написать «да». И прямо сейчас я делаю завершение шаблона поведения и отсоединения каждого из вас от эгрегоров долгов, долга, кредитов и искусственного финансового эгрегора. Соответственно, если вы смотрите в записи, то, пожалуйста, тоже пишите ваше согласие в чат. Во время трансформации вы можете ощущать разные спецэффекты, я это так называю. То есть у вас может… у кого-то они могут быть, у кого-то нет. Я про это не сказала просто вначале. Вы можете ощущать от покалывания, не знаю, в разных частях тела чувство расширения, может быть, чувство где-то сжатия. Обязательно, когда я буду спрашивать вас, как вы себя ощущаете, обязательно пишите правду, да, то есть искренне, как вы себя чувствуете. Если, не знаю, там разболелась голова или что-то там, не знаю, начало пульсировать где-то, тоже пишите об этом обязательно, ну, чтобы просто я понимала, да, общую температуру по нашему чату. У кого никаких реакций нет, вообще ничего не понятно, это тоже окей. То есть кто-то из вас более чувствительный, кто-то менее, поэтому все нормально. Также предлагаю вам завершить соглашения, которые связаны с созданием долгов, жизни в кредит и отказом от денег. Кто согласен, согласие в чат, пожалуйста. Пишем мы согласие под последним постом в комментариях. Так, отлично, готово. Так, меня качает, у меня прям было подташнивание. Это все окей, к концу сеанса это пройдет. Подташнивание может означать то, что что-то, что-то чему-то сопротивляется, что-то как будто, ну, то есть как будто не встраивается, да. Тут надо посмотреть, может быть, какая-то возня в левой лопатке. Тут надо посмотреть, какие выгоды есть оставить эту программу. То есть это как сопротивление, да, вот какие-то болезненные ощущения. Итак, настало время сказать о том, да, от чего отказывается вообще каждый, кто выбирает получать желаемое в долг и тем самым меняет ход событий. Ограничение в деньгах на самом деле могло бы стать для человека мостом к развитию, но ум уже охвачен безудержными эмоциями. И когда мы выбираем долг, человек отказывается, да, на самом деле от роста и какого-то нового опыта. То есть по сути того витка развития, который мог пройти в процессе достижения желаемого иным путем. И на самом деле вот что теряет человек, да, то есть это, во-первых, удовольствие от получения желаемого снижается на 50%, поскольку обременяется долгами. Если вам это откликается, ставим плюсы. Недоверие миру и себе блокирует волшебное получение желаемого и удовольствие от счастливых случайностей. Проявлять собственную уникальность и заниматься тем, что приносит удовольствие, имея долги, на самом деле не так-то просто. А ведь у мироздания есть масса удивительных вариантов направить вас к раскрытию вашей индивидуальности и привлечению желаемого. Переживания долговой ситуации удерживают сознание между прошлым, где человек был еще без долгов, и будущим, в котором он хотел бы быть без них. И это на самом деле жизнь, которая лишена удовольствия в настоящий момент. Единственный момент, да, если вы вкладываете в обучение, в образование и сразу, сразу применяете те знания, которые вы получили на практике и получаете, ну, скажем так, возврат инвестиций, это совершенно другая история. Но когда вы просто, не знаю, там, покупаете в долг технику, да, или проходите очередной курс, но при этом вы еще не взяли с прошлого курса, да, и не монетизировали эти знания, это тоже, ну, естественно, это влияет. То есть многие, я знаю, что просто пачками проходят обучение, вот кто из вас такой, ставим единичку, кто любит обучение ради обучения. Но эти знания, опять же, накапливаются и создают долг уже просто в том ключе, что вы не реализуете себя, просто не реализуете себя. А начинается вот это накапливание. Жизнь по долгу, она лишает, на самом деле, да, нас свободной энергии, как я уже сказала, и здоровья, достатка, любви, счастливых отношений. Эти процессы являются частью эволюции сознания, то есть они, естественно, приходят в жизнь человека во благо его роста и также, естественно, блокируются обязательства. Я вам прямо сейчас трансформирую, предлагаю трансформацию, Екатерина, ага, согласна именно с информацией, я поняла. Я вам предлагаю прямо сейчас трансформировать следующие программы. Невозможно жить без долгов, кредиты – это норма, иметь деньги опасно, я должен или должна давать в долг, я должен или должна жить в кредит. Кто согласен, давайте эту порцию программ прямо сейчас трансформируем. Так, отлично. Следующая порция – жизнь – это долг. Создание изобилия образует долг. Мои доходы ограничены, расти опасно, у меня есть потолок дохода, я должен или должна довольствоваться малым. Кто согласен, согласен, чат будет. Готово. Предлагаю вам загрузить истинное видение на изобилие, в том числе на материальное изобилие, на возможность его создания вообще и в вашей жизни. Потолка энергии сверху, да. Так и есть. Предлагаю вам восстановить право создавать изобилие и управлять деньгами и материальными благами. Кто согласен, согласен, чат, пожалуйста. Продолжение следует, пожалуйста. Предлагаю вам восстановить открытое восприятие ваших доходов и возможностей для их получения. Кто согласен, согласен, в чат. И давайте я придам вам импульс для вывода из каких-либо заторных ситуаций, которые у вас связаны с долгами, кредитами или отсутствием роста доходов. Кто согласен, согласен, в чат, придадим так прям хороший импульс. Готово. Напишите, пожалуйста, как вы себя чувствуете. Вот сейчас надо попить воды обязательно и написать, как вы себя чувствуете. Так, все хорошо, прекрасно. Хорошо, у меня все тело двигается. Даже замечательно. Значит, вы живая. Так, на последнем начало крутить ноги. Татьяна, напишите, подумайте, что конкретно вас вот так вот выкручивает. О чем это для вас, что вам крутят ноги? Может быть, вы не двигаетесь куда-то, куда хочется двигаться. Может быть, есть какие-то напряженные здесь моменты. Вот подумайте об этом, да, и напишите в чат. Итак, наверняка у вас есть какой-то финансовый вопрос, который вы решаете уже много времени. Возможно, вы уперлись в финансовый потолок, да, не можете его пробить уже там несколько месяцев или даже лет. Возможно, что ваш доход прыгает. То деньги есть, то нет, то есть, то нет. А может быть, деньги есть, но вы их как будто не можете удерживать, сохранять и приумножать. То есть они как будто утекают сквозь пальцы. У кого такое есть, кому откликается, пишем плюсики в чат. И, может быть, возможно, у вас все хорошо с финансами, но вы хотите вырасти в доходе, да. У кого так, пишите единичку. И, возможно, вы хотите осуществить мечту, но ничего не делаете для этого, да. То есть, как бы, вот ждете чего-то, тормозите и так далее. По поводу мечты ставим троечку. И я хочу вот в рамках этого эфира пригласить вас на мою новую финансово-диагностическую экспресс-сессию. Она длится до 30 минут, и на ней мы с вами разбираем ваш финансовый запрос. То есть в результате сессии вы понимаете, с чем вам нужно работать, чтобы решить свою проблему. Я делаю для вас диагностику, да, и вы увидите, на что обратить внимание, чтобы дойти до желаемой цели. И вы посмотрите также на ваши программы или паттерны своего поведения, которые привели вас к проблемному состоянию. На сессию можно записаться только тем, кто не проходил у меня диагностическую сессию в течение последнего года. И для того, чтобы проявить интерес к сессии, вы можете прямо в комментариях написать слово «диагностика». И мой ассистент Светлана, она увидит ваше желание, да, и свяжется с вами в личных сообщениях и расскажет, как на нее попасть. Итак, мы продолжаем сессию. Соответственно, вы можете прямо в комментариях написать слово «диагностика». Каждый человек имеет право сам распоряжаться теми деньгами, которые он зарабатывает. Однако, вольно или невольно, на его финансовые средства покушаются другие люди. То есть, это общество в целом, это работодатель, это родственники, друзья, это государство, да, налоги, например, и так далее. Итак, давайте сейчас поговорим про то, что такое финансовые границы. По аналогии с личными границами, это способ сказать «нет» ситуациям, которые приводят к серьезным последствиям. Многие люди не научились отказывать до сих пор знакомым, родным или даже себе самим. Отсюда растут ноги у невозвратных долгов, испорченных отношений, пропущенных налогов и постоянной нехватки денег. Ну, например, да, коллега по работе попала в какую-то сложную жизненную ситуацию и просит помочь. Коллега знает, например, что у вас накоплена некоторая сумма на черный день и слезно просит дать ей в долг, обещает возвращать с каждой зарплаты. В итоге, может быть, пару месяцев она будет исправно платить, а потом, возможно, устанет, что-то случится и придется свои долги как будто выбивать, свои же деньги. И по закону подлости в такие моменты и у самого человека тоже может случиться неожиданное. Неожиданная ситуация, и эти деньги помогли бы как раз ее решить. Но денег нет, именно потому, что человек не умеет отказывать другим людям. Также часто, ну или там неудобно, неудобно, да. И также часто друзья занимают деньги, родители считают, что вы им должны, да, и просят, например, оплатить их счета. Или наоборот, взрослые дети, не дети, а как бы взрослые люди манипулируют, да, и просят денег у родителей. И, соответственно, тоже им не отдают. Напишите, пожалуйста, в чат, вот с какими ситуациями, с отсутствием финансовых границ вы сталкивались. Напишите, пожалуйста, с какими ситуациями, с отсутствием финансовых границ вы сталкивались. со всеми кто кому до сих пор некомфортно отказывать если у вас просят долг если вы даете себе например обещание что вот зарплаты я точно куплю себе что-то приятное и это не делаете врете самим себе вот кто тоже так делает а вот я научилась уже всем отказывает отлично инга вот екатерина пишет не вру а мария с натальей пишут что я значит по поводу вопроса у меня бывает брать себе я в я тоже в периодически себе но стараюсь ловить себя на этом и на самом деле это обычно заканчивается не очень хорошо вот и надо не врать себе скажем так как же выстраивать вообще финансовые границы а во первых нужно понять одну вещь прежде чем вы начнете этим заниматься до отношения с некоторыми людьми будут испорчены непременно то есть и люди которые привыкли ездить на чужом горбу они добровольно не захотят принимать новую реальность они будут пытаться вас как-то задеть манипулировать давить и так далее но опять же это ваша жизнь да и вы должны управлять они кто-то другой и поэтому я предлагаю сделать следующие пункты да вот можно себе записать во первых это четко выписать себе все ситуации с деньгами которые вас не устраивают вот прямо выписать себе на листик да второе на каждую ситуацию прописать конкретную фразу как вы будете отвечать на любую манипуляцию у вас должен быть готовый ответ до чтобы вы не растерялись в нужный момент и третье это нужно соответственно избавиться от чувства вины или вообще на него не попадать да потому что взрослых людей во взрослой позиции чувством вины абсолютно невозможно задеть и это не вы такой плохой человек который не хочет помочь ближнему деньгами а это другой он такой безответственный человек который не отложил деньги на черный день не распределил бюджет и не позаботился о своем будущем вы согласны со мной поставьте много восприцательных знаков татьяна вру себе не могу отказать ребенку я ребенку кстати частенько отказываю в его просьбах о покупке каких-нибудь вещей которые я считаю нецелесообразны накоплю потом у себя беру и не отдаю муж бросил оставил с двумя кредитами у меня кстати елена была похожая ситуация только он тоже меня оставил с кредитом вот когда который я согласилась взять к сожалению на себя со своими детьми не могу отказать и не хочу вот кстати многие до отказывают точнее многие не отказывают своим детям и не хотят отказывать да то есть возможно кстати у многих возможно есть страх да какая будет реакция вот у кого такое есть пишем плюс и давайте прямо сейчас этот страх почистим страх а то о том что меня посчитают может быть какой-то жадный или ребенок на меня обидится или даже не ребенок любой другой человек да вот кто у кого есть страх что другой человек как-то плохо о вас подумает давайте прямо сейчас этот страх почистим кто согласен ставим плюсики в чат о том что вы согласны и я почищу вас этот страх страх быть какой-то неприятной не такой неудобной да а что обо мне подумают обидятся но дело в том что вы не можете управлять на самом деле чувствами других людей до эмоциями и чувствами других людей вот вот я лучше себе откажу чем ребенку ну наталья на самом деле вы потом через какое-то время захотите с вашего ребенка взять вот эти вот все долги которые вы накапливаете на самом деле себе отказывая да потому что это все бесследно не уходит то есть в любом случае через какое-то время вам захочется сказать тому же самому ребенку что а ты мне что даже не то что ты мне что ну как бы будут ожидания что он должен вам отплатить потому на самом деле вас же никто не просит давать ребенку все это да отказывать себе вот вот это чувство что я себе что-то не не додала но на самом деле накапливается и потом выльется большим количеством претензий вот и это всегда работает одинаково до во всех случаях и так финансовая помощь родным должна быть добровольной и не в ущерб себе вы на самом деле никому ничего не должны и в том числе вашим детям необходимо приучить опять же своих друзей близких и детей в том числе что если вы сказали нет то это означает нет это не означает что через какое-то время это станет да да и вы не обязаны оправдываться то есть взрослая позиция что ну просто это мое решение вы даже не обязаны как-то его обозначать да почему нет не хочу все не нужно придумывать почему вы не даете в долг или не хотите кому-то купить более дорогой подарок чем планировали просто вы поменяли свой взгляд в целом на управление деньгами да и ваши близкие или не близкие они должны их принять ваши доходы это ваши доходы и никто не вправе ими распоряжаться или отбирать потому что это уже получается такая форма добровольного рабства да и замечание о том зачем вы купили это или то ведь можно было купить подешевле они должны вами пресекаться сразу и так я сейчас предлагаю вам восстановить ваши собственные финансовые границы кто согласен согласия в чат предлагаю вам признать возможности для создания изобилия вашей жизни кто согласен согласия в чат напишите в чат кто бы из вас хотел увеличить доход в два раза и более напишите и прямо сейчас я вам дам немножко времени напишите пожалуйста в чат три действия которые вы можете сделать вот в этом месяце чтобы увеличить ваш доход в два раза как думаете три действия которые помогут вам увеличить ваш доход в два раза так дописать программу запустить воронку начать консультировать супер продать вещи свои услуги медитировать радоваться жизни аскезу взять так у кого какие варианты что еще напишите выиграть в лотерею екатерина ну это зависит не совсем от вас да то есть это такое 50 на 50 50 50 или вы играете или нет лучше всего написать то что зависит конкретно от вас вот как вы думаете что можно сделать чтобы увеличить свой доход в два раза пригласить партнеров отлично наталья тогда не знаю тогда надо подумать потому что в любом случае у каждого из вас есть возможность генерировать ту сумму денег которую вы хотите просто кто-то эти возможности видит использую а кто-то ставит себе ограничение собрать фокус-группу вещи на авито выложить я в свое время продала больше чем на 100 тысяч на авито немного расслабиться причем барахла оказывает ну вот у меня ребенок например недавно такая это кому я говорю продай ролики свои она при таком они нужны я говорю слушай не в свое время там кто-то знакомый подарил ролики я я не умею когда ну не умела на тот момент кататься на роликах я их решила правда я их загнала за две с половиной тысячи то есть они мне пришли бесплатно я продала за две с половиной тысячи у меня их вот я выложила объявления сразу мне их забрали причем они старые старые абсолютно не новые вот и вот мы поскребите по сусекам вы наверняка вы найдете то что можно продать и заработать дополнительно денег оказать услуги подумать отдохнуть наполниться ресурсом пройти обучение запустить рекламу отпустить ситуацию выстроить пассивный доход а вот лариса смотрите выстроить пассивный доход это очень очень такая массивная и непонятное на самом деле действие да что конкретно нужно сделать то есть выстроить пассивный доход включает в себя еще до хрена каких-то дополнительных действий вот вам нужно записать три простых действия для того чтобы выстроить пассивный доход то есть это не конкретная цель запустить фокус группу, марафон, выложить вещи на авито. Прекрасно. Делегировать часть работы. Татьяна, сколько вас помню, у вас эта история с делегированием, она вот маячит на протяжении уже нескольких лет. Проанализировать работу администратора студии, сделать работу над ошибками, продать оборудование, которым не работаем. Прекрасно. Отключиться от прошлого. Сдать в аренду гараж. Огонь. Итак, предлагаю вам загрузить навык увеличения дохода в два раза. Кто согласен, ставим согласие в чат. Пишем. Я поняла, как я соскучилась по проведению живых эфиров. Несмотря на вечер. И мне кажется, я слишком энергична и бодра. Так, отлично. И давайте сделаем активацию навыка увеличить доход в два раза. Кто согласен, согласие в чат пишем. Отлично. Готово. Ну что ж, предлагаю интегрировать все изменения на уровень навыка, который мы сделали сегодня с вами за сеанс. Кто согласен, согласие в чат. И давайте создадим сразу пространство перемен и наладим трансляцию в мироздание новых программ. Согласие в чат. Готово. Напишите, пожалуйста, как вы себя чувствуете. Будьте добры, напишите, как вы себя чувствуете. Так, бодро, все прекрасно, зеваю. Зевота – это замечательное состояние, которое указывает на то, что трансформации встроились. Так, уже лучше. А как было? Тяжелые руки. Не забывайте пить воду. Так, великолепно. Ну что ж. Так, правое плечо побаливает. Сейчас хорошо съела бутыброд. Так ей захотела. Голова потяжелела. Распирание. В целом сейчас все пройдет. Все пройдет. Так, волной сверху вниз накрывает. Я мандаринку. Отлично. Итак, у нас есть еще такая штука, как карантин. Это время, когда вам нужно более осознанно относиться к тому, что вы думаете, как реагируете, что ощущаете и так далее. И в этом, после этого сеанса, карантин у нас 7 дней, как раз до следующего сеанса, потому что сеансы в марте у нас будут проходить по средам. И, пожалуйста, отмечайте то изобилие, которым вы уже окружены. Например, я могу там выпить кофе и чай. У меня там, не знаю, хорошие витамины куплены, хороший крем для лица, у меня хороший телефон, есть интернет и так далее. То есть, очень простые вещи, которыми вы окружены. Вот прямо для себя ставьте галочку, там, не знаю, я живу в квартире, у меня все замечательно, есть ремонт, я себя прекрасно чувствую и так далее. И фокус, внимание, с расходов нужно переместить на доходы. Фиксировать, возможно, письменно, возможно, просто в голове галочкой отмечать, да, и фиксировать также идеи, как можно заработать или получить деньги из дополнительных источников. На сегодня это все. Я после сейчас эфира выложу запись и оставлю еще пост отдельно с возможностью оставить отзыв об этом сеансе. Я буду очень благодарна. И мне будет очень важно услышать от вас, что было для вас сегодня ценного, с чем вы ушли после эфира, какое у вас состояние, и, соответственно, тем всем, кто напишет мне развернутый комментарий, не под этим постом, а под другим, соответственно, я вам всем вытащу еще трансформационную карту с трансформацией, тоже ТВТшной, которая актуальна для вас на самый, вот на данный момент. Напоминаю также о том, что вы можете записаться ко мне на финансовую диагностику, потому что я финансовый коуч, тренер, и вы можете решить со мной на бесплатной диагностической сессии 30-минутной какой-то ваш финансовый вопрос, да, то есть я вам задам несколько вопросов, ну и, соответственно, помогу увидеть слепое пятно, где вы тормозите, где вы, возможно, не проявляетесь, что-то делаете не так, и что нужно сделать, чтобы у вас все пошло в гору. Для этого нужно написать просто в комментариях слово диагностика и мой ассистент Светлана, у нее будет моя фотография, написана команда Юлии Злотниковой, и она свяжется с вами в личных сообщениях и расскажет, как записаться на этот сеанс. Я вас благодарю, мне было очень приятно, что вы такие сегодня активные, что я особо не делала даже рекламу этого сеанса, но все пришли, и я очень рада. Спасибо вам большое. Сейчас выложу запись и пост, где вы можете поделиться вашими впечатлениями. Благодарю вас и всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok